Сначала казаки встретились с детьми младших групп. Многие из ребят в силу возраста не сразу поняли, кто именно у них в гостях. Некоторые даже решили, что это артисты. После того, как дошколятам рассказали, что это настоящие казаки, интерес к гостям сильно возрос. Ребята начали показывать от Амана Вячеслава Лаврененко свои рисунки. А это моя. А это ты. А, Яри, да? Красиво. Молодцы. И вот этот красивый. Молодцы. После прогулки по детскому саду делегация казаков отправилась в музыкальный зал, где и прошла встреча с дошколятами подготовительной группы. Как и полагается настоящим кубанцам, ребята встретили гостей хлебом солью. Вручили атаману и каравай. Встречу, как водится, продолжили песни. У моей России светлые леснички. Казаки по достоинству оценили творчество юных артистов. А для того, чтобы они знали, куда расти, для дошколят выскакал казачий порт. Мы даже не ожидали, что у нас вот так выступит казачий хор, что так всем понравится, что вот с таким, знаете, настроением отличным приедут казаки и так заинтересуются детским садом. Им как бы понравилось, они прошли по всем группам. Ну и мы были рады пообщаться. А дети, они просто все как бы увидели то, о чем мы им постоянно говорим на занятиях. Воспитывники детского сада вручили гостям подарки. Своими руками они сделали забавную поделку из подручных материалов в виде детских лиц. Гости, в свою очередь, передали ребятам настоящие казачьи костюмы. Совместное фото сделали уже в них. По словам атамана Адлерского казачьего войска, в этот детский сад они пришли не последний раз. Мы сейчас будем стараться и уже ведем переговоры о том, чтобы здесь создать небольшой музей, как бы уголок казачества. Ну, с обычаями, с традициями, чтобы было связано с казачьей атрибутикой. Представители Адлерского казачества такие встречи проводят регулярно. По решению атамана детский сад в Кудепске они возьмут по сторонам. Игорь Курпа, Михаил Дубини, телекомпания «ФТП».